Рюкзак фирмы Philraven, модель рюкзак номер 21, размер Medium. Данный рюкзак также выпускается в размере Latch, то есть побольше, и в размере Small. На них мы сняли отдельный обзор. Рюкзак входит в серию Numbers, то есть это снаряжение, которое специально сделано по классическим ретро-технологиям и при этом сделано все равно современным и функциональным. Основной материал рюкзака это J1000HD, то есть это смесь хлопка с полиэстером. Сразу с завода он идет с пропиткой из воска, а приставка HD обозначает, что он имеет высокую плотность, то есть данный рюкзак прослужит вам многие годы. Если вы хотите сохранять его водоотталкивающие свойства, а также хотите, чтобы он меньше пачкался, продолжайте периодически его вощить с помощью воска Philraven. Рюкзак рассчитан как на городское использование, так же может использоваться для путешествий или небольших походов. Рюкзак имеет очень простую систему переноски, но при этом очень эффективную. Это две полоски из пены, которые вшиты в спину рюкзака вдоль лопаток. При этом вдоль позвоночника остается канал для прохода воздуха, соответственно рюкзак достаточно хорошо вентилируется. Лямки имеют плотные вставки, а основной несущий элемент это кожа. Ремешки имеют классическую регулировку, которую использовали в 60-х и может быть даже в более ранних годах. Соответственно она не такая быстрая, как современные пряжки, но это например удобно, если вы носите рюкзак в городе. Однажды его настроив, он уже никогда не потребует последующей регулировки, то есть лямки не будут уползать. Лямки регулируются так же, как вы привыкли регулировать свой ремень. Рюкзак удобно садится по спине, вполне подходит для взрослого мужчины, при этом еще остается небольшой запас, соответственно рюкзак можно носить и зимой. У рюкзака есть три объемных кармана, два боковых и один передний. В боковой карман вполне помещается термос объемом 0,6 литра и при этом очень плотно там сидит. Соответственно термос 0,5 или 0,3 сюда будет так же легко входить. Если вы используете рюкзак для походов, в боковой карман отлично помещается небольшой топор, а соответственно для любителей фотографий сюда поместится небольшой компактный штатив, который вы можете использовать для макросъемки. Передний карман имеет специальный крыш, который увеличивает возможность набивки туда полезных вещей. Например, если рюкзак используется в городе, туда даже без растягивания стяжек заходит книжка, либо электронная книга. В походных условиях туда отлично поместится куртка, либо дождевик. И при этом к вещи сохранится быстрый доступ. При желании в городских условиях в этот передний карман поместятся достаточно объемные книги или, например, папка формата А4. При этом она будет прикрыта клапаном. Закрытие клапана выполнено оригинальным способом. Это отверстие в ремне, а здесь сделаны ответные элементы из металла. Для того, чтобы удобнее было одевать ремешок на металлический шпанек, специально сделана выемка для пальца. То есть, если рюкзак не полностью заполнен, все равно удобно это застегивать. Основное отделение имеет утяжку в виде кожного элемента. В основном отделении имеется небольшой кармашек для ключей или других полезных мелочей. И также имеется два вертикальных кармана. В любой из них помещается папка А4, если это используется в городе. Причем передний карман имеет больший объем, соответственно, туда удобно убрать, например, там, не знаю, утепляющий слой во время коротких походов, либо убрать несколько книжек. Карман, расположенный вдоль спины, вмещает сидушку, которая идет в комплекте. Она также покрыта материалом J1000HD и, соответственно, требует периодического вращения. Ее также классно использовать в качестве стильной подкладки для компьютерной мыши. Если есть желание использовать рюкзак для коротких походов и увеличить его функциональность, то под стяжки клапана можно сверху еще что-то подсунуть. Например, куртку, легкий тент, либо дождевик. При этом снаряжение будет плотно прижато к клапану. Таким образом, рюкзак является очень универсальным, подойдет как для города, так и для небольших вылазок на природу, для любителей бушкрафта и ретро-стиля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова